всем привет сейчас утро собираемся на дачу нужно там еще поработать доделать дела вот сейчас завариваю себе чай и хотела показать какую новую штуку я для себя открыла это вот такие вот пакетики с соком лимона отличная штука они порционные такие вот пакетики 4 миллилитра вот один пакетик равен чайной ложке тут сок лимона в жидком виде и это натуральный сок лимона то есть удобно пользоваться опять же например знаете бывают ситуации когда мы например отрезаем лимон до хотим попить чай с лимоном использовали несколько ломтиков и дальше лимон сохнет вот с такими вот пакетиками такой ситуации не будет то есть не будет сохнуть лимон потому что тут пакетик рассчитан именно там на одну порцию и кстати удобно те кто худеет да вот пьет по утрам воду с лимоном тоже прям в минеральную воду в обычную воду добавлять и будет вода с лимоном тоже просто супер и еще удобно брать с собой смотрите такие пакетики можно взять собой положить в сумку всегда добавить в воду например или в чай на тренировку куда-нибудь взять собой в спортзал да тоже добавлять воду на работу да куда угодно мне кажется вообще супер придумано такая вот новиночка купить кстати такие можно на озон волбрис и также на яндекс маркете есть ну чай сразу посветлел как и положено от натурального сока лимона составе идет сок лимона и консервант все больше ничего нету то есть хранить можно при комнатной температуре удобно кстати положить например ну многих я знаю есть вазочки например на столе стоят да где пакетики с чаем кофе там с сахаром порционным его также можно вот таких вот положить соков лимона опять же гости приходят все это красиво смотрится в общем штука прикольная мне понравилось но в общем пьем чай и выезжаем дальше покажу что делаем на даче приехали через неделю вот столько воды осталось в бочке то есть дождей не было но уже когда так мало воды полив уже не идет сейчас будем набирать чтобы заново пошел полив так показываю наши изменения вот моя теплица это у меня тут пищит круто отпугивитель стоит редиска он подросла не знаю наверное надо ее прорядить вот так вот тут подрастают огурцы эту под занялась выдираю траву еще не до конца подрастают огурцы перец и помидоры помидоры вообще уже стали достаточно большие кустики растут очень хорошо а еще у меня в теплице завелись муравьишки вот тут поставила такие пластиковые тарелочки с отравой учет пока что они туда не заползают не знаю поможет или нет вообще мне говорили хорошо помогает когда манку светишь то что от муравьев помогает но пока что вот использовала средства не уйдут тогда будем использовать манку средства использовала вот такой вот написано что можно использовать на грядках поэтому взяла его стас убирает в плинтус заметили тут небольшая неприятность убрали отсюда шкаф а в углу сгнил провалился пол в общем надо будет делать такая вот неприятность тут уже освободили место больше половины убрали свободное место кстати вот обработала деревья от паутинного клеща вот таким вот спреем не знаю поможет нет в общем кусты побрызгала ну вот смотрите ребят что тут с полом стас уже замоченный весь красный под градом снимает тут пол для будем менять полностью что делать вот сняли линолеум да хорошо что все таки здесь основное это вот стальная балка вот она идет поэтому в принципе ничего страшного с этой стороны деревяшки целые получается где я стою лагерь а с той стороны там получается земля под ними до соответственно все вытекала промокала и вот она все вдруг ушло сюда уже конечно наступать совершенно не стоит а чем можно провалить ну там не провалишься там земля но тем не менее то есть падает там некуда но тем не менее хорошего мало вот она прям идет земля вот тут вот видно вот тут это уже погреб сейчас он засыпан землей ну в общем мы не будем никакой погреб выкапывать будем снимать пол полностью оставляются вот эти железные лаги на которые будет укладываться новые половые доски но мы сейчас еще посмотрим надо сейчас отодрать линолеум честно говоря человек который это делал делал это так основательно и капитально и честно говоря он упарился этот линолеум отдирать на этих как его на таких вот советских заклепках я уже несколько раз об них порезался ну то есть вообще просто пипец полный вот его приходится монтировка их подбивать потому что просто потянуть за линолеум и ни хрена не получается то есть они там и при ржавели и при кисле и в общем короче они ни хрена не выходят они еще тут и по 2 в одном месте сделаны или где-то было и по три слоя линолеума где-то по три слоя линолеума вот поэтому мы посмотрим там вот где сейчас катя стоит там еще вроде деревяшки более-менее нормальные но надо снять все равно линолеум посмотреть вот это конечно грустно но я надеюсь не смертельно поэтому принципе я думаю это сделать будет можно конечно нас немножко получается обманули сказали что дом хороший крепкий его одно получается то что получается но ничего я думаю это все сделается самое главное это как он хотя бы это все дело разобрать а уж собрать как-нибудь я думаю справимся мы заказали бытовку двухкомнатные нам привезут ее в среду сегодня воскресенье в среду привезут то есть уже будет место для можно остаться но будем пока там он будет потом у нас как гостевой домик ну а этим домом будем заниматься перекладывать полы и все остальное в общем как такие дела начальник значит тут уже частично под разобрал вот значит получается тут такая ситуация то есть здесь металлокаркас и дощечки просто туда загоняются и соответственно кладутся и сюда в принципе работ пустяковые главное просто все это дело разобрать сейчас грамотно до купить новые доски вот длина тут получается метр двадцать пять и просто их положить собственно все никаких проблем с этим нету как бы хорошо кто делал этот дом вот он хотя бы подумал о будущем единственное что конечно землю которая здесь есть надо оттуда убрать чтобы вы дубль 2 не получился вот чтобы не получилось работа на смарку да вот а так в целом как бы я думаю решаемо неприятно конечно да но ничего страшного это все к счастью решаемо железо цело каркас сам цел вот вот она это железо железный каркас то есть он целом конечно играет не идеальная жесткость но в целом я думаю этого нормально а доски ну да доски вот эти вот все поменять землю оттуда убрать вот это вот я думаю по большому счету проблем то никаких не будет мы когда покупали просто дело в том что тут в этом месте стоял шкаф вот и мы как-то этот угол на самом деле пропустили вот там что стоял шкаф туда не подойти был и не особо не попрыгать ничего то есть вот тут я прыгаю как бы нормально да а там я уже как бы ну он на одной из досок прыгнул она как бы развалилась да поэтому как бы ну что ничего страшного я думаю это все сделается слава богу эту технологию я знаю так что я думаю никаких проблем с этим слава богу не будет тут вот приоткрыла грядку где сажала лук морковку зеленый лук вон уже начал проклевываться там у нас снова было все в траве сейчас покосили вот так вот стало тут еще не успели покосить заросло много цветами там у нас пленка я сейчас растерим посушим потом уберем смотрите все кусты зацвели вон что происходит тут цветы наши ягодки уже становятся ягодками я смотрю тут вот появились паутинки небольшие сейчас их побрызгаю от вредителей а там уже начинают появляться ягоды также и тут то есть уже вон все в ягодках тут у нас черемуха начинает свести скоро зацветет тут кусты надо тоже там подоставать еще сухие какие оборвать ветки тут и смородина и малина в общем все вперемешку груша уже вот так вот выглядит а вот яблонями беда если не оживут то придется спиливать прям совсем не листика нету ничего второе что есть листочков на там тоже паутинки буду обрабатывать от вредителей а тут у нас растет серии тоже зацвела запах обалденный сегодня опять жарим шашлык вот дожаривается последняя партия повесила вот такое вот украшение пола фикс прайсе сейчас ветер смотрите вот такой вот попугай и от него идет вот такая вот штучка ветер дует и она крутится в общем симпатичное украшение сейчас правда у нас погода как всегда испортилась ну вот так в общем выглядит не знаю может потом перевешива в другое место пока сюда повесила тут тоже все освободили теперь вот так вот много свободного места правда надо мыть все убирать грязненько но уже по крайней мере без старой мебели сейчас разбирается сарай сколько всякого мусора хлама тут лежит в сараях идет разборках тут надо косить крапивы выросла куча вот это все потихоньку сжигается в бочке тут дрова лежат видимо когда-то был дровник вот разобрали мусор там дальше дрова тут вот тоже что-то мусор идет старая плитка но уже более-менее разобрана тут разобрана почти все то есть было все заставлено может быть по первым видео помните сейчас вот это вот выглядит все вот так пока